Недопонимание. Позвонила мне как-то события встречи и попросила быть посредником при его встрече с событием и любыми. Говорила даже что-то о роли третейского судьи. Я отнекивалась, ссылаясь на свою причастность и неравнодушие к одному и другому члену переговоров. Более того, даже некоторую вовлеченность в участников, но оно было настойчиво, что приводило последние мои доводы, как обязывающие именно меня принять это предложение, отнестись к нему как почетные обязанности. В конце концов я решила, что это будет удобный случай, самой во всем разобраться и согласилась. Мы договорились встретиться в кафе неподалеку. Событие встречи явилось за полчаса, было вдохновенным. На голове у него было что-то невообразимое, вроде клубничного десерта или челмы из летних кучерявых облаков. Глаза голубели из-под опущенных век. Она заказала себе малиновый сорбет с мятой. И то и дело поглядывала на меня и на часы, которые висели в зале и загадочно молчала. Наконец, то есть вовремя, в зал проплыло событие любви. Оно вело на поводке двух рыжих корги. Которые сразу дружно бросились к нам, начав радостно облизывать меня и события встречи. У любви была царственная, неторопливая походка и зеленые глаза. За ее спиной развивалась короткая накидка зеленого бархата. Странно как-то внутренне поморщилась я. А событие встречи нервно заерзало на стуле. «Я пришло к тебе, пристально глядя на меня и обращаясь ко мне», — сказала оно. «И только к тебе», — театрально и победоносно добавило оно. «А я пришла призвать тебя на службу двоицы в любви». Пафосно включилась в разговор события любви. Оно явно чувствовало свое внутреннее превосходство. «Ты должна дать клятву верности мне», — продолжало оно, перетягивая внимание на себя. «А где же твой второй?» — парировала события встречи. И, заглотив большую ложку смузи широко открытыми глазами, посмотрела на события любви. «Мы вот вдвоем, как полагается, оно дружественно положило свою мягкую руку на мою». Событие любви вдруг загрустило, вздохнуло. Глубоко и как-то горестно. Во всяком случае, мне так показалось. Второй не хочет верным быть мне. Событию любви, — сказала оно. Он хочет ковлюбленности. А это кто еще? — вскричали мы. Одноголосно с событием встречи. О, это четвертый злодей, который переманил второго из моей двоицы, перекупив его верность мне за красивые глаза. И вздохи вдохновения, скорблюя. И событие любви вдруг взмахнуло плащиком, прикрывая свои глаза. В великолепных зеленых глазах события любви стояли слезы. А великолепный зеленый бархат словно распространял эту зелень глаз. И скорбно их выражение на весь мир. Так что даже мы с событием встречи поддались глубокому очарованию события любви, подпав под его вселенскую магию. Как вы понимаете, каждый остался при своих интересах. Встреча двух таких разных событий состоялась. А событий их встречи нет. И странно, что событие любви совсем не стало есть. Недопонимание.